Всем привет, с вами Гаро и в этом видео речь пойдет о World of Warships, как вы возможно поняли из трейлера, который сейчас видите на экране. Данная серия видео будет носить скорее просветительский характер, поскольку я уже, наверное, скоро разобью себе лицо фейспалмами, слышу, как люди, которые вроде бы должны разбираться в теме, называют авианосцы артой, эсминцы легкими танками, а крейсера средними. В первом видео я расскажу о авианосцах, истории их появления, какие вообще бывают авианосцы, реальные тактики их боевого применения и особенностях этого класса кораблей, опираясь на информацию, опубликованную разработчиками, ну и, конечно же, различные мемуары, исторические справки и так далее. В дальнейшем мы поговорим о линкорах, что такое зона свободного маневрирования, как вообще броня обсчитывается, ну и прочие все тонкости, ну и, конечно же, эсминцы и крейсера. Ну, приступим к истории. Родиной авианосцев, мне всяких сомнений, является Англия. И сразу, наверное, стоит так говориться, ребят, я в курсе про то, что Юджин Бейли с порта легкого крейсера Бирмингем залетал, садился на Пенсильванию в 1911 году. Я все это знаю. Но первый построенный авианосец, это все-таки Англия. Англичане вообще упорно искали способы борьбы с дирижаблями над Северным морем. Гидросамолеты не могли справиться с этой задачей из-за своей требовательности к состоянию моря при взлете и посадке. Ну, оставалось только одно логичное решение, попробовать поднимать самолет из палубы корабля. Для переоборудования англичане выбрали легкий крейсер Фьюриес. Не буду вдаваться в подробности, но первоначальные эксперименты оказались не особо удачные. Однако, полученный в ходе экспериментов опыт показал, что любой корабль может быть переоборудован в авианосец. Это немаловажно. В ходе экспериментов над Фьюриесом в 1918 году вступил в строй и первый гладкопалубный авианосец Аргус. По сути, первый в мире авианосец классической компоновки. Фьюриес, кстати, потом перестроили. Уже в такой классический вариант авианосца. Однако, несмотря на все вышесказанное, у британцев не было какого-то четкого понимания о том, какую пользу могут принести авианосцы. По мнению одних офицеров, авианосцы должны были взаимодействовать с линейным флотом и обеспечивать линкорам воздушную разведку и истребительное прикрытие. Другие предсказывали авианосцам будущность рейдеров. Палубные самолеты в таком случае должны были обнаруживать суда, а авианосец топить их артиллерийским огнем. Думаю, не надо говорить о том, что в тот момент никто не верил в способность палубных самолетов уничтожать корабли самостоятельно. Именно в соответствии с вышеназванными концепциями в конце 20-х годов было заложено два авианосца. Гермес в Англии и Хасё в Японии. Кстати, вполне возможно, что они появятся в игре. Ну, Гермес с водом Англии, а Хасё, наверное, займет вас какой-нибудь низкий уровень у японцев. Это были небольшие быстроходные корабли с 20-25 самолетами на борту. Самое любопытное в истории авианосцев, что они получили распространение только благодаря большой политике. То есть, из-за большой политики эти корабли вообще появились и стали широко использоваться. Не будь этого, так скажем, казуса, и авианосцы, возможно, и не появились бы никогда. И не стали бы так широко использоваться. Сейчас я объясню, почему. Из-за Вашингтонского соглашения в 1922 году, вводившего лимит на количество линейных кораблей для различных флотов, под Угрой оказались новейшие линейные корабли, которые уже находились в процессе постройки в этих странах. То есть, в США, Англии, Франции, Японии. Фактически, этими почти готовым кораблям угрожало пойти на слом. И именно в поисках возможностей для спасения тех ресурсов, вложенных в их производство, вспомнили о экспериментах над Фьюриэсом. В результате началась массовая переделка линкоров и линейных крейсеров в авианосцах. То есть, не быть этого соглашения, и те же японцы, англичане, США наштамповали бы своих линкоров, и война была бы совершенно иная. Еще раз подчеркну, что целью было не получение какого-то необходимого флоту корабля, а именно спасение вложенных средств. Так появились Лексингтон из Рактога в США, Акага и Кага в Японии, Кауражес и Глориес в Англии, а также Бим во Франции. В результате моряки получили корабли, которые они не просили, и не знали, как их использовать. Для ведения разведки их авиагруппы были слишком большие. Скорость хода превышала, как правило, эскадренную скорость главных сил флота. Оживучесть кораблей, набитых авиационным бензином и боеприпасами, была просто никакая. Стремясь избавиться от этой обузы в виде авианосцев, адмиралы требовали установки на авианосцы тяжелой артиллерии. Логика была проста. Этот корабль для нас совершенно бесполезен, так пусть хоть не отвлекает для своего охранения нормальные суда. Установка тяжелой артиллерии, конечно, не способствовала увеличению авиагрупп этих кораблей. Как результат, корабли вышли большими, дорогими и недостаточно эффективными. Забавно, но именно появление этих кораблей подстегнуло авиаконструкторов заняться разработкой палубной авиации. То есть, если вы еще увидите в игре авианосцы с серьезной артиллерией, то знайте, что это как раз посредствия вот этих вот постройки этих первых авианосцев. Дальше углубляться в историю мне не хочется, чтобы вы совсем не заскучали. Однако, стоит отметить, что из-за пресловутого Вашингтонского соглашения странные участники зачастую строили корабли ощутимо, скажем так, слабее тех, что могли бы себе позволить. Ярким примером тут, конечно же, является Япония. Имеющиеся у японцев Акаги, Кага и Хосё съели две трети отведенного авианосцем водоизмещения по этому соглашению. И два следующих авианосца Хирю и Сарю им пришлось втискивать в оставшиеся 30 тысяч тонн. Результатом стал отказ от бронирования и, соответственно, снижения живучести этих кораблей ради увеличения численности авиагруппы. В дальнейшем, конечно, японцы отбросили договорные ограничения и Сёкаку и Цзукаку были гораздо большего водоизмещения. И с лучшим, чем у Сарю и Хирю бронированием. Именно поэтому в игре может оказаться так, что вроде бы более поздний авианосцы окажутся по линейке развития ниже более ранних моделей. Кстати, разработчики это также подтвердили. Давайте теперь поговорим о том, какие вообще бывают авианосцы. Возможно, вы удивитесь, но они разные. И как по своим назначениям, так и по классам. В 1941 году в мире не было четкой системы классификации авианосцев. Англичане разделяли их на просто авианосцы и конвойные. Такое же разделение, в принципе, было и в СССР. Американцы и японцы выделяли три класса. Тяжелые, легкие и конвойные. В игре разработчики разделили авианосцы также на три типа. Тяжелые, ударные, легкие и конвойные. Ну, это вот то, что указано на форуме. Однако, при личной беседе мне уточнили, что сейчас у них есть авиатранспорты, эскортные авианосцы и просто авианосцы. То есть, у них немножко поменялось это. В реальности, подобная классификация, конечно, не была сколь-либо эффективна. Попробую внести некую ясность. Тяжелыми авианосцами называются корабли с авиагруппой более 60 самолетов. То есть, Хирю и Сарю относятся именно к тяжелым авианосцам при их водоизмещении в 20 тысяч тонн. Ну, около 20. А вот Синана водоизмещением в 70 тысяч тонн будет относиться, скорее, к средним, ну, или повыше названным классификациям, к легким авианосцам, поскольку его авиагруппа только 40 машин. То есть, говоря о авианосцах, их разделяют, как правило, именно по размеру авиагрупп. Но в игре будет несколько иначе. С учетом того, что разработчики уже заявили о том, что хитпоинты кораблям будут начисляться в зависимости от водоизмещения, тот же Синана будет одним из топовых авианосцов Японии. Кстати, это в личной беседе мне также подтвердили. Он будет на одном из топовых уровней сразу после Каги идти. Также любопытно, что в своих сообщениях на форуме разработчики почему-то решили уточнить, что тяжелые авианосцы будут ударными. Это, на самом деле, классификация по задачам, которые должен выполнять авианосец. Но на всякий случай замечу, что почти все крупные авианосцы Второй мировой войны являются как раз-таки ударными. Для ударного авианосца самой важной характеристикой является размер его авиагруппы. К жертву этому параметру приносилась скорость и бронирование. Еще более странно, что разработчики почему-то решили добавить в игру эскортные авианосцы, которые в реальности были предназначены для сопровождения конвоев и других небыстроходных соединений. И организация противолодочной и противовоздушной защиты таких соединений. Но они при личной беседе все-таки решили уточнить, что они, скорее всего, займут низкий уровень. То есть, что-то им туда надо ставить. И, скорее всего, это будет как раз эскортные авианосцы. Иногда подобные эскортные авианосцы называют многоцелевыми, поскольку при нехватке кораблей они, в принципе, все-таки могут выполнять роль ударного или линейного авианосца. Кстати, что касается линейных авианосцев, то вот в игре мы их, скорее всего, в начале не увидим, поскольку подобные корабли строили только англичане. В отличие от ударного авианосца, основная задача линейного авианосца, как вы, возможно, понимаете из его названия, это действия в составе смешанной эскадры и обеспечения противовоздушной обороны. В отличие от ударных авианосцев, линейный отличался лучшим бронированием, и его авиагруппа, как правило, состояла исключительно из истребителей и разведывательных самолетов. Что ж, перейдем к тактике использования авианосцев. Конечно же, разработанные японским или американскими штабами планы вряд ли подойдут игрокам из-за определенных игровых ограничений. Однако некоторые детали вполне могут оказаться полезными. Попробуйте себе представить следующую ситуацию. Вы управляете авианосцем, ну и ваш друг, скажем, совзводник, конечно, термин не очень применим, но, я думаю, он более вам понятен, также управляет авианосцем. У вас на борту, на борту вашего авианосца есть 9 эскадрильей. В принципе, именно такое число разработчики назвали максимально, то есть у вас топовая авианосец. 4 эскадрильи торпедоносцев, 2 эскадрильи пикирующих бомбардировщиков и 3 эскадрильи истребителей. Самолет-разведчик союзного линкора докладывает об обнаружении авианосца противника на другом конце карты, фактически, под прикрытием двух эсминцев и крейсера. Если мы хотим его уничтожить, очевидно, что нам надо отправить как можно больше самолетов в эту область, чтобы нивелировать действия ПВО. Но эскадрильи не будут запускаться в воздух моментально, как это и было в реальности. То есть между тем моментом, как в воздухе окажется первая эскадрилья и последняя, пройдет значительный отрезок времени. И как следствие у первой эскадрильи будет уже израсходована значительная часть топлива, что ограничит время ее пребывания в воздухе и радиус действия, отодвигая точку невозврата все ближе к вашему авианосцу. И это в игре полностью реализовано. Чтобы повысить дальность действия своих авиагрупп, те же японцы использовали тактику двух волн, посылая самолеты двумя волнами с нескольких авианосцем. Это на самом деле требует невероятной слаженности в действиях тех, кто управляет авианосцами и командиров эскадрильи. Но это очень эффективно. Сейчас объясню. То есть, грубо говоря, в описанной выше ситуации единственным верным решением является применение этой японской тактики. Только подняв часть эскадрильи с обоих авианосцев, вы сможете дотянуться до вражеского авианосца. И только координируя свои действия с другим авианосцем, вы сможете обеспечить достаточную численность эскадрильи для прохода через плотное ПВО кораблей охранения. Также небольшим трюком является и то, какие именно эскадрильи поднимать первыми. Ведь у самолетов разная скорость, и те же истребители с легкостью догоняют бомбардировщики и торпедоносцы. Что опять-таки реализовано в игре. Давайте опять рассмотрим на примере, который я описал выше. Допустим, у вас на борту торпедоносцы B5N2 с крейсерской скоростью 255 км в час. Пикирующие бомбардировщики D3A, ну, ВЭЛ, всем известные, с крейсерской скоростью 295 км в час. Ну и, конечно же, истребители А6М2-0 с крейсерской скоростью 330 км в час. Это, я говорю, реальные данные. Конечно, в игре все это будет масштабироваться, и самолетики будут летать не часами, но вы должны понимать, что разница скорости, тем не менее, будет отображена, и разработчики об этом уже неоднократно писали. Так вот, правильным решением в данной ситуации будет поднять сначала две эскадрильи B5N2, как наиболее медленные, и отправить их в цели. Уже к цели. Следом за ними поднять эскадрилью D3A, которая догонит в процессе их полета наши торпедоносцы. И последний, поднимать эскадрилью Zero, ну или две, в зависимости от дальности, на которой находится наша цель, для прикрытия наших торпедоносцев и бомбардировщиков. Такой вот небольшой хитростью мы вновь экономим время на сбор своих эскадрильей, увеличиваем дальность действия. Это применялось в реальности, это будет работать в игре. Это есть на форуме всего World of Warships, я думаю, внимательные читатели это смогут найти. И это, в принципе, подтвердили разработчики при личной беседе. Надеюсь, пример все-таки вышел удачным, и вы начинаете понимать, что авианосец это не артиллерия. Тут действительно придется много считать, очень контролировать ситуацию, бой, расстояние до цели. Каждую эскадрилью это действительно сложная работа, и она очень сильно отличается от всего того, что нам было показано раньше, от артиллерии, от World of Warplanes, например, или от управления даже линкором. В реальности, на самом деле, также немаловажным фактором была скоординированность действий между эскадрильями, тех же торпедоносцев, например, и пикирующих бомбардировщиков, или просто эскадрилья торпедоносцев, чтобы атаковать вообще для атаки корабля с нескольких сторон. Сейчас поясню. Это делалось для того, чтобы кораблю было как можно сложнее избежать торпедной атаки. Буквально торпеды запускались с разных бортов. Ну ладно, это уже тонкости. Если вам интересно, можете прочитать про бой в Коралловом море, например, Фредерика Шермана. Впечатление. Он как раз командовал Лексингтоном, который американцы потеряли в том сражении. Получив два попадания торпедами, в свою память не заменяет в левый борт. Ну, ладно. Будет ли что-то подобное в игре, пока не ясно, но я честно очень надеюсь, что это будет реализует, и это будет на самом деле здорово. Я немножко сбиваюсь, потому что на самом деле хочется рассказать очень много, но время в виде ограничено, и делать получасовой ролик смысл не имеет, который никто не посмотрит. Так что стараюсь вместить сюда все самое такое интересное. Ну а теперь, наверное, перейдем к самому интересному для людей, не особо интересующихся историей, и просто ждущих игру, а именно к известной информации о авианосцах. Авиагруппы своих кораблей игроки смогут формировать сами. По принципу, самолет X занимает N очков пространства, у авианосца всего Z этих очков. То есть это круто, это здорово, мне лично это очень нравится. Хотя, конечно, не исторично. Авиагруппы... Авиагруппа вообще будет разбита на несколько эскадрильей. Пока планируется 9, но возможно, что это число и уменьшится. 9, замечу еще раз, это максимальное число. На самом деле, количество эскадрильей будет напрямую зависеть от параметров корабля. Эскадрильи будут конфигурироваться игроком в ангаре. То есть тип эскадрильи, тип самолета, число машин в эскадрилье и тому подобное. Часть самолетов можно будет оставить в резерве для пополнения своих эскадрильей. В бою самолеты взлетают, садятся и управляются только поэскадрильям. То есть нельзя каждым самолетикам будет порулить, мы отдаем приказы именно эскадрильям. То есть на миссию можно будет направить X эскадрильи, но не Y самолетов. В случае потери, потери эскадрильи могут быть пополнены из машин резерва, если таковые есть. Будет возможность выдачи императива в действии эскадрильям. Наверное, стоит пояснить, это режим поведения, то есть, например, атаковать встретившиеся самолеты или пролетать мимо, избегать боя, в общем, или вести оборонительный бой. Но, я думаю, если вы играли в какой-то стратегии, то понимаете, о чем идет речь. У самолетов не будет показателя хит-поинтов и, как следствие, повреждений. То есть, либо сбили, либо не сбили. Пока что предполагают, что оснащение авианосца будет выбираться перед боем в доке. То есть, ситуация, которая произошла с бедными японцами при МИДу и где они долго меняли подвесное вооружение на своих самолетах, в игре нам удастся избежать. Авиагруппы авианосцев будут что-то вроде расходников в танках. Если мы теряем в бою наши самолеты, то после боя их придется докупать. Даже после уничтожения вашего авианосца, посланные вами эскадрильи, смогут продолжать выполнять поставленные задачи. А если они потопят, к примеру, корабль, вы получите за него экспо и денежки, соответственно. При израсходовании топлива вы будете получать доклад командира эскадрильи об этом, и авиагруппа будет автоматически возвращаться на авианосец. Однако, у вас будет возможность приказать продолжить атаку или движение к цели. Ну, само собой, уже рассчитывать на возвращение этой авиагруппы не стоит. Командиры эскадрильи будут в чем-то сроднить членам экипажа в танках и иметь свои специализации. Соответственно, командир торпедоносной эскадрильи, там, истребительный и так далее. Свои навыки, свои бонусы. Это, по-моему, очень круто. Авианосцами можно управлять, как и любым другим кораблем. Однако, у авианосцев будет доступна специальная камера, позволяющая наблюдать за всем как бы сверху и удобно управлять своими эскадрильями. Про это не раз говорили, я уверен, что многие это и так знают. Доставлять авианосец выдерживать курсы и скорость при взлете и посадке не планируется. То есть, во время подъема авиагруппы и принятия мы можем маневрировать как нам угодно, уклоняясь, к примеру, от торпедной атаки. Кстати, это не знаю, хорошо или плохо, но посмотрим уже непосредственно в игре. Возможно, авианосцы будут очень даже неплохо так уклоняться. Вполне возможно, что в игре появятся и ранние реактивные самолеты. Касательно гидроавианосцев решение пока не принято. Возможно, они их сделают премами, а может еще как-то. Но было бы интересно на самом деле их увидеть в игре. Все-таки летающие лодки японцев это было бы сильно. Так, в принципе, все. Конечно, понимаю, что рассказывать можно еще часами. Информации на самом деле огромное количество, но в принципе я надеюсь, что дал вам некое понятие о том, что это за корабли, как на них надо будет играть и что это, блин, это не арта. Надеюсь, все-таки разработчики нас еще порадуют новой информацией в ближайшее время. Конечно же, хочется надеяться, что вам было интересно. Не забывайте подписываться на наш канал и следить за новостями на сайте GoHa.ru. А текстовую версию этой небольшой статьи вы найдете в нашем разделе посвященном игре World of Warships. Продолжение следует...